эксплуатационный вес вместе с отвалом и задним рахлителем практически 42 тонны мы надеваем такие башмаки с завода конструкция трансмиссии треугольные она какие преимущества имеют таким маленьким стартером заводится прикольно гарантии это один из самых важных вопросов это нечто слушай я не знаю с чем это сравнить константин про про технику про предприятия про людей друзья добрый день продолжаем серию обзоров от гостеприимной компании центра технического оборудования это юрий представитель компании находимся мы новосибирске но вообще штаб-квартира компании вообще в кемерово а речь сегодня пойдет про бульдозер под брендом зауберг модель b8 из каких-то отличительных особенностей говорить о бульдозере достаточно всегда сложно потому что техника такая прямого действия нет ничего толкай 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 и толкай гриби немножко поднимай землю все плотационный вес вместе с отвалом и задним рахлителем практически 42 тонны 41 300 у него вес комплектуется он разными отвалы зависимости от того какой запрашивает клиент комплектуются плугом с одним рыхлителем либо с тремя рыхлителями все зависит от потребности клиента двигатель здесь стоит каменс механической тнвд все как любят многие наши пользователи дизельных двигателей здесь трансмиссия какая гидромеханическая гидромеханическая у нас есть модели с гидростатической трансмиссии но как правило гидромеханическая терпеть наверно больше все таки ударах нагрузок да там про прощает какие-то ошибки самого оператора не дает там всевозможные перегрузки на все таки по трансмиссии даже там рвать бортовые рутера и так далее немножко предыстория вообще я буду говорить поскольку может третий ролик с тобой снимаем а ты меня поправлять ну просто возможно зрители предыдущих роликов не видели и кто-то зашел именно непосредственно посмотреть на этот бульдозер то есть центр технического оборудования это наша российская компания со штаб-квартира и в кемерово который занимается поставками пиц техники из китая под собственным брендом заубер то есть вы на различных заводах выбираете поставщиков по вашему тех заданию с вашей комплектации которые вы там прописываете изготают спецтехнику вы еще завозите продаете и то что вы продаете под собственным брендом помимо всего прочего налагает на вас обязательства и по сервисному обслуживанию этой технике все верно компании уже 12 лет по моему компании 11 год в этом году в октябре будет 11 лет изначально она занималась вообще автосервисным оборудованием и мини тракторами формат такого легкой сельхозпродукции до виде мотоблоков и ременных тракторов мы от этого ушли поскольку сожалению рынок намного интереснее есть да если рынок интереснее спецтехники здесь больше видов техники больше выросли сами выросли до появились новые возможности почему бы и не залезть туда изначально конечно же мы занимались техника которая была уже принципе на рынке представлена но там ввиду каких-то где-то коммерческих проблем да в плане поставки не хватало кому-то поставки техники либо там с нарушением каких-то правил по бронетехники пришли к тому что где-то проблема с гарантийными случаями нас было то есть большая масса проблем когда такого от кого-то зависишь то есть когда ты имеешь ввиду продвигать чужой бренд до все время когда ты прыгаешь уже бренд ты никак не можешь на это влиять не на влиять не на качество продукции не влияет на количество там поставки в россию на изменения каких-то тех условий или еще что ты никак не может и ты берешь то что есть и продаешь просто это да там несешь ответственность определенная поскольку все-таки до конечника неважно кто привез в россии эту технику да ты там или какой-то дистрибьютор ты мне продал ты мне должен там по гарантии все остальное гарантии это один из самых важных на вопросов на сегодняшний день в реалиях любой техники когда клиент купает новую технику он хочет гарантию гарантийное обязательство всегда нужно и важно нести поэтому нести гарантийное обязательство чужой бренд достаточно тяжело и гарантийный пост гарантийным гарантийный пост гарантийных серым поэтому было в какой-то момент x принято все-таки начать ходить завода который готова с нами сотрудничать готовы изготавливать технику под наши спецификации под наши комплектации которые будут удовлетворимы как для нас так и для конечного потребителя в плане комплектации до когда клиент не нуждается в том чтобы искать где-то запчасть даже если он там по каким-то причинам техник купил и ускорит далеко она у него работает у них там есть свой штат механиков и они сами величине допустим то есть узлы агрегаты которые используются с техники они тщательно отбираются все верно чтобы они были уже известны нашим потребителям и где-то использовались на другой технике до чтобы как это был опыт ремонта был было наличие запчастей но элементарно да там когда люди слышат какие-то марки которые не знаю да там мы берем там китайский бульдозер зауберки на нем есть двигатель камень все перемен все слышали камень все понимает понимают что все так можно быть спокойным я найду там на него клапана головку порчаясь что-то случится вдруг так что там дальше по трансмиссии так что там дальше по гидравлике насос сразу скажи да что насос у нас гидравлические стоит перка коробки производится на заводе хай твой то есть это одна из распространенных коробок которая ставится и на зумле он и и на шантую на ставится к коробке поэтому там даже если вдруг вы там купили эту единицу до увезли ее в группу парка где у вас там еще там 10 единиц из радости солянки так или иначе вы сможете найти где-то перекрестные запчасти может даже для себя если вдруг какой-то причине вы не будете покупать у нас многие компании занимаются же как закупкой есть закупщик если кто использует деньги да там закупщик купил прес своим кинули то так что делать они даже не знают кого купили там все и начинается техника работать таком же принцип тоже сталкиваются люди с проблемами я прочитал вас брошуи что вот ходовая часть здесь она лицензионная от техники команд по моему все верно но то есть это не комат сюда и ну да здесь не запчасти на коматься в любом случае ходовка так или иначе практически вся техника тем более которая сложная тяжелая делается по какому-либо аналогу эта техника тоже пресс но она как одно а лицензия другая наверно подразумевает более тщательный контроль как она больше там больше не сесть там больше серфика то есть определенная компания если мы говорим коматься то есть допустим с китайский завод произвел какую-то деталь и сделали ее по определенным чертежам с определенной выдержки технологии они захотели получить сертификат к ним приезжает ну очень условно утрированных не приезжает завода коматься подтверждают серфикацию и дают возможность изготавливать точно такие же запчасти под их сертификацию слушай скажи пожалуйста это вот вы как это к параду на красной площади готовились или чего у вас хорошо красные веточки гусянка вся с резиновыми накладками слушай это на самом деле по большей части для нашей же безопасности поскольку техника выезжает с завода где-то едет по асфальту где-то перегружается на асфальте плюс мы выгружаем иногда у себя на асфальте для того чтобы не попортить достаточно высоким грунтозацепом большим весом техники асфальт мы надеваем такие башмаки с завода разгружаем у себя эту технику и как правило потом эти башмаки снимаем и отправляем либо обратно в сторону завода чтобы их там обули одели либо доправляем там до границы вот рядом стоит тоже бульдозер тоже зауберт вот вот эта конструкция трансмиссии треугольные она какие преимущества имеет это катаская технология бульдозера основной ее смысл в том что здесь точка вращения с углом качения самой подвески находится получается точка качения телеги находится за точкой вращения и соответственно за счет этого происходит дополнительная загрузка грунтозацепа в землю он как бы сам себя задавливает в землю то что у него был больше зацеп у него там порядка 30 процентов на нкпд больше чем бульдозер с обычной гусеницы ну плюс также за счет того что он находится все-таки ведомая у нас ведущая звезда находится не на не внизу туда меньше попадает камни и грязи пыли земли и прочего меньше из нас его изнашивается все-таки звезда чусь это так не делают такие преимущества слушай вот этот завод на котором производили они тоже сделали по лицензии и партификации именно кота сертификат все есть этом не знаю может приложить к этому видео или скин комментарии еще куда-либо также по сертификатом делали но возможно что у других заводов нету сертификата и не боятся взять хотя китайскому этот сертификат давно это но не есть есть еще есть еще другие заводы которые делают это я знаю точно что ты завод делал партификации у них сертификат есть но это не единственный завод который там делать такую гусеницу уже я аналоги я когда что-то не здание к зрителям обращаюсь воспользуюсь когда помощь зала преимущество на лицо то есть я честно говоря не понял там с точкой качения то что пример значим менеджером без они тоже понятного не могут грабли черенок грабли ты берешься за край черенка и пытаешься грабли задает землю а если берешься за основание где грабли и пытаешься задать внизу прямо в самих грабель только у тебя проще здесь в принципе такая же система но ладно зрители добавят там напишут с точки зрения вот как раз что ко мне не попадает это как бы все понятно но и при всех преимуществах почему та схема тоже как бы присутствует на большинстве техники наверно все-таки такая схема она наверно в меньшинстве значит есть какие-то преимущества там там либо есть какие-то недостатки здесь вот я предлагаю вот эту тему в комментариях тоже обсудить почему-то почему все бульдозера не делают значит с такой ходовкой если здесь такие преимущества вот напишите тоже в комментах константин про про технику про предприятия про людей большая кабина слушай это тут кто-то передние ножи сюда сложил это бокорезы хватило в кабину поднять поднять его наверно до 40 на каждый тяжелый на самом деле но из того что бокорезы все-таки по габаритам еще больше увеличится ширину коридора мы их перед отправкой снимаем и там даже 10 сантиметров в перевозке иногда играет большую роль если это не габарит достаточно большие деньги за говорит поэтому элементарно снимаем это кондиционер есть кондиционер есть отопитель есть такие минимальные так скажем и удобства которые необходимы для оператора они в любом случае есть да здесь наверное все таки скажу как и в больших большей части бульдозеров нету ничего можно сказать да там кабина простая можно сказать отчасти чуть ли не деревянная но она железная понятно я и того что после джойстиков в погрузчике здесь рычаги конечно смотрятся очень но до новости черный рычаги у нас здесь только на ход она сразу на навесное виде отвала и заднего врахлителя состоит джойстик это вот вот этот или вот этот жестик на заднее навесное а вот этот жестик на отвал на ход за ход у нас встречают рычаги которые находятся слева самый крайний слева это выбор оборотов там где первая вторая треть передачи это ход и реверс брутальный ящик толщина наверно два с половиной три миллиметра патроны или гранаты хранить тут конкретно все ну понятно силовая конструкция drops fox называет стеклоочиститель управления похоже данное на жигули или галига это запорожец даже на на этой технике мы гонять не будем да почему нет тоже а то тут ничего не сшибел аккуратненько суродинка но пойдем движок с той стороны пойдем юрий ошибся горит тнвд механически оказалось все-таки командирал система да турбина такая мощная 6-цилиндровый мотор теплообменник на трансмиссию это стартер до таким маленьким стартером заводится прикольно банка такая мощная точек для снижения шума или чё сделано на самом деле я не знаю какую из банку на поставить все таки чтобы он вообще тише стал работать а потому что шума достаточно много от него и тяжело от него избавиться и чё дашь мне покататься да почему нет давай бумажку подпишем что и ответственность 1 полетела рыхлитель сзади опущу сразу и посвали за поднимем зданием они проверили хочу было же хохма где-то в америке кто-то это товарищ с ума сошел бульдозер бульдозер и все снес полка то ли какую-то только то ли банку с банка начал то ли с чего не помню в каком штате было от облистов бронированного везде доходя бульдозер улекаста вообще пофигу толкает толкает ли он снес там полгорода кто и кто ему на это насолил видел так что это психанул человек не злите бульдозеристов но как говорил данным все таки простая техника и сильно много про не расскажешь есть комплектации с у нас с болотоходными гусеницами где башмак во первых либо профилем другого треугольного прочно есть модель b7w там есть разные варианты исполнения башмака есть как раз треугольная она не совсем подходит наверное под использование зимних условиях поскольку бульдозер становится на самом деле скользит просто по нему и поэтому берут для зимней использовать болтоходные если то с обычным грунт зацепом широкий с обычным грунт зацепом поставить на эту же тележку болтоходные к сожалению полноценно не получается поскольку сама телега на болтоходных она находится шире редуктор видоизменен тоже шире находится поперечная балка на тоже шире мы ставили на такие бульдозера башмака чуть больше там башмаки чуть больше там на 100 миллиметров на 150 миллиметров но это на самом деле не сильно значительно но клиента спасала выручал да там когда мы берем экскаватор на нем проще это сделать потому что у него достаточно широк до за мылут на 300 и стали за место 600 их там 800 и допустим на то есть там намного больше поле действия здесь приходится выдумывать выносить башмак относительно центра звена и прочее плюс здесь есть гидроперекос и за счет гидроперекоса когда гидроперекос делают начинается цеплять поэтому если клиент хочет все-таки бульдозер с болтоходной гусеницы да то стоит заказывать его изначально или покупать с болтоходной гусеницы изначально изначально слушая разве нее не большинство производителей так делают то есть по мне кажется у большинства надо и это редуктор другой вот задние отличаются больше вы нас больше большинство и дело для просто многие клиенты на самом деле либо то ли первый раз они понимают да не понимая того что он покупает говорит давайте не сделаем болотоход ему вроде бы сяшен такой чё нельзя шили башмак поставить мы такие ну можно но не может да что касается там по опциям или еще что-то у нас базового на всех идет гидроперекос отвала переднего сзади у нас доп гидро выходов никаких нету но если клиент предполагает поставить себе лебедку или ему нужен вон на заводе мы тоже это можем вам это что такое вам вал отбора мощности для подключения обычно ставят мульчер много кто работает к раз там на болотах либо на расширениях земель там допустим деревья там небольшие которые валят счет или нет вала ему нужно потом их перебить корни все остальное они сзади ставят мульчеры просто едут и потихонечку все перерабатывать вон что поставить мульчера чтобы измельчать какие-то остатки которые остаются после бульдозера либо цепляет обычно через гидравлику либо через вам но чтобы все это работало все-таки на гидравлике здесь нужны еще более мощный гидронасос моторы и моменты здесь хватает достатком поэтому делают вам это по конструкции на самом деле в условиях завода не так сложно сделать ты про пальцы говорил что жидкой смазкой вот здесь жидкая здесь с густой а расскажи преимущество то есть я так понимаю что это на ресурс в первую очередь влияет на рисуем и говори вот про эти по да все верно соединение пальцев есть там три типа сухого с густой смазкой и с жидкой смазкой это влияет ресурсы на стоимость потом обслуживание на самом деле такой ходовки так или иначе да там пройдет количество времени ну там утрирован там пять десять тысяч моточасов ее надо будет менять если вы будете менять такую же его стоит на жидкой смазки это будет стоить в два с половиной три раза дороже чем наверно сухих пальцах вот допустим сухие условно проходит пять тысяч консистентная смазка проходит допустим там семь с половиной тысяч шину а стоимость 22 раз и разве кто-то сейчас используют кроме этих я не знаю то есть пользу 3 левочников каких-нибудь пользуются пользуются у нас ну допустим мы экскаватор и допустить пор идут на сухих пальцах ну как бы достаточно такая распространенная тема там где не сильно нагружен да и бульзерах некоторых ставятся есть формат просто раньше старые пальцы где там да не тонь тоньше сами все пальцы шли потом стали сухие ставится второпластами втулками но разу же модернизации у них были на самом деле про задний рыхлитель многие клиенты но уже которые работали даст такой техника они понимают конкретно какой не должен быть запрос это будет либо как говорится с плугом зубом с рыхлителем они либо будет одинарные эти либо там тройные в основном такую технику живет большого габарита она идет одинарные но так или иначе по требованию клиента может поставить тройной в зависимости от использования места использования значения с каким грунтом они работают поэтому есть разных запросов понятно мягкий либо скала скала то один а конечно дирам летели если мягкие можно и тройной поскольку техника все-таки работает в различных условиях в основном это либо наша сибирь до угольные разрезы карьеры либо это по этом крайнего севера где холодно на технику так или иначе требует ставить там пожд различные подогреватели где-то у нас на миниках на мини погрузчиках стоят котлы на 220 вольт то есть разные способы подходы к тому чтобы техника запускалась зимой здесь мы на заводе сразу под эти моторы поставили от 10 до 14 киловатт пожд опоровали ставить сначала бензиновую в угоду того чтобы в принципе тоже там минус 40 будет не всегда запускается на солярке пробовали ставить бензиновые дизельные по итогу с дизельными проблем у нас не возникло мы перестали ставить бензин и стали ставить везде дизельный который питается от общего бака поэтому на каждом бульдозер у нас стоит пожд с завода нет там необходимости дополнять и устанавливать как опцию сразу же идет базе и ставится завод все это работает в совокупности со всеми агрегатами выведена отдельная клавиша да там нет такого интерфейса типа запустить с мобильного телефона или с пульта оператор должен сесть в кабину включить сжигание включить пожд подождать там 20-30 минут когда мотор немного поднагреется и можно его запускать отвалы тоже разные бывают отвалы бывают разные зависимости тоже от модели прямые сферические полусферические с развитыми боковыми щеками щеками для того чтобы увеличить призму волочения тот объем который может сдвигать есть разные типа ножей лезвие они здесь стоят двухсторонний соответственно если одна сторона стачивается их может перевернуть кромка здесь тоже двух сторон заточено их можно перевернуть и исполнировать стороны болтами гайками затягивать той стороны гайка затягиваются верно откручиваем переворачиваем наоборот и дальше эксплуатируем понимаем что у нас либо отвал и на отвал есть еще на жив запасе и либо уже можно звонить менеджеры говорить о том что дружище высылай и положить на склады то что мы не лежали вот в объемах продаж вообще спецтехники в год ты говорил что вы порядка 3000 единиц и больше продаете бульдозеры какую долю за него одну из самых наверно маленьких процентов мне кажется сильно больше всего чем больше всего на сегодняшний день вилочные погрузчики сельхоз техника и далее уже мини погрузчики экскаваторы грузовики но не нашей марки да пока что на сегодняшний день я видел там грузовики шахманова все равно занимаюсь шахманами на сегодняшний день это самая оптимальная техника который есть у нас на рынке считаю в плане и ресурсы и ремонта многие там могут смею проматерить сказать что нет и я с ними сюда давайте не знаю некое голосование проведем в комментариях да кто-то то есть напишите какой взгляд ну коль может про грузовики заговорили нас отвлекающих у нас ролик про бульдозер мы вспомнили что компания занимается еще и шахманами напишите в комментариях какая машина на ваш взгляд из китайских понятно более оптимальных напишите плюсы-минусы мы почитаем кстати помимо спецтехники на сегодняшний день мы еще занимаемся и сельхоз техникой у нас есть трактора от там 20 сил до 130 и даже по моему 240 сил сегодняшний день пока что это все-таки мультибренд где-то это марка lol где-то это fighter scout уралец солис все зависимости от потребности рынка чуть позже у нас буквально наверное где-то через полмесяца или месяц все-таки наконец приедут наш трактора у нас будет своя линейка тракторов зауберг они ничем не будут вступать по качеству потому что есть у нас сегодня на рынке я уже сказал что это будет лучше я прекрасно понимаю что это завод потому что на нем был и думаю там это будет один из лидеров рынка который будет рвать наверное всех уже тебя спросить хотел кто-то навесной как раз это к тракторам даст сельхозки да это навесное к тракторам здесь и экскаваторные навески и фронтальные погрузчики здесь есть и российские производители как я уже говорил ранее мы там не против и не боюсь сотрудничать с российскими производителями этого штабелёры это штабелёры да одно из направлений тоже наш компания это складская техника штабелёры штаки вилочные погрузчики дизельные электрические бензиновые помимо сельхозки да и все что называл там про вилочные погрузчики разговаривали возим вилки уже три года нашли хороший завод для себя сотрудничаем по сей день с ним это наверное единственный завод который адекватно реагирует на наши запросы вообще на все реагирует достаточно быстро на какие-то неисправности подсказки ремонт вилочники возим от самого маленького веса да там стандартного если мы говорим с тобой про электрички то то на 200 или тонна мы считали даже возить но стандарт это полторы тонны электрички тоже до электрички тоже возим а здесь еще ремонт час идет нет трактора если мы берем с тобой сегмент лошадей до 35 сил привозится в разборе в основном они из китая поставляются с раздельными узлами агрегатами это отдельно идет коробка с кабиной отдельно идет двигатель передний мост сейчас трактор собрали клиенту необходим фронтальный погрузчик на него до выполнение каких-то сельхоз работ и сразу после сборки ставим фронтальный погрузчик на него шахманом что делаете шахман делают при продажную подготовку к сожалению на капот на пластику во время транспортировки прилетел камень был скол сейчас меняют капот чтобы отдать клиенту но поскольку даже такие вещи как скол или конь удар да там на пластике машины на меня до машина приходит свои ходу к сожалению из-за этого большое количество проблем да с тем что у нас приходят разбитые лобовики мы этого не скрываем обменяем лобовики прежде чем отдать клиенту то есть не подходим то есть ситуация что нужно объяснять извините там прилетел камушек оврин транспортировки или еще что нет мы меняем лобовое говорим об этом что мы поменяли лобовое если у нас прилетел по пластику там удар бывает но такие ситуации случаются да на самом деле там в хром прилетает все вот эту хромирован деталь что поменять она меняется вот эта часть целиком здесь хромирован детали прилетают в них камни и клиенты хотят получить новую технику и это их право это нормально право там прилетела по фонарю камень меняем друзья в общем наш обзор про бульдозер зауберг подходит концу еще раз хочу сказать что это уже третий обзор который мы с юрием снимаем то есть у нас в первой серии мы снимали вот эти два чудесных мини-экскаватора вот потом мы снимали вот эти вот погрузчики сейчас мы снимали этот бульдозер завтра мы наверно в целом собственником компании с директором снимем ролик про историю становления компании как она пришла к торговле техника думаю тоже кому-то будет интересно кто подобными вещами занимаются ну к вам уважаемые зрители обращаюсь с просьбой писать свой опыт работы на технике зауберг может быть кто-то приобретал может быть брал в аренду тоже будет интересно другие люди тоже читают эти комментарии кому-то они будут очень полезны вот подписывайтесь на канал ставьте лайки и пишите может быть в будущем на какие моменты нужно обращать внимание при съемке подобного вида обзоров юрий огромное спасибо успехов развития локализации спасибо вот компания центра технического оборудования город новосибирск но как я уже сказал в первом ролике очень удивился что штаб-квартира находится в кемера обычно ребята с москвы с деньгами приезжают начинают торговать тех мы ребята пошли от обратного начались с малого тяжелого стернистого пути все свои платы края в общем до новых встреч спасибо поедем на сорокатонном бульдозере пять метров вперед пять метров назад больше нельзя блин вот эта махина это нечто слушай я не знаю с чем это сравнить ты понимаешь страшно сколько тут дури то есть если ты где-то загляделся ты просто снесешь и не заметил и не поймешь за что оно происходит да 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 не непередаваемое ощущение когда мощь такая вес 40 тонн по выходу тобой